Включайте микрофоны. Все, я почала запись, зараз включаю трансляцию. Сейчас меня слышно. Звук есть у меня или нет? Меня слышно или нет? А мы сейчас вимкаем микрофон, мы ждем людей, как они приедаются и начинаем. Пять минут у нас еще есть? Мы сейчас уже транслируем или нет? Да, мы ждем, а сейчас люди доеднуются и пять минут начинаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игорь Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! мы обовязково их озвучиваем лектором. Сьогодні у нас в гостях два арбитражных керующих, те люди, которые лучше знают практичную сторону питания, имеют уже опыт в банкротстве физических осіб, уже пройшли первые справки. И я всех представлю, это у нас Евгений Иваненко, это голова Харьковского отделения национальной ассоциации арбитражных керующих, арбитражных керующих, и Александр Ткаченко, тоже арбитражный керующий, то есть у нас максимально сегодня такой классный эфир. И начнем с таких коротких вступных слов, для вступного слова я запрошу пана Евгена, если вам удобно, пожалуйста, можно русской мовой, то есть что нам ждать вообще от банкротства физических осіб, как оно работает, и вообще работает, и где шукать выход из ситуации. Так, доброго дня всім. Дуже радий, дякую за запрошение, дуже радий взяти участь в данном заходе. Сподіваюсь, він буде чудовим, цей заход, сподіваюсь, він буде інформативным для всіх нас, і сподіваюся, що ті з нас, хто практикує в сфері банкротства, можливо, хто практикує в інших сферах, можливо, хто працює юрисконсультом на підприємстві, адвокатом, і так далі, але ті, хто має будь-яке відношення до теми банкротства фізичних осіб, сподіваюсь, що ми на цьому заході обговоримо взагалом проблематику цього інституту, нового, для нашого законодавства, та обміняємося думками, обговоримо проблемні питання, та також дуже сподіваюсь, що навіть для себе з цього заходу я винесу декілька питань, на які я не знаю відповіді. Також, користуючись нагодою, я хочу представити загалу Раду арбітражних керуючих Харківської області, це також нова інституція для нас. Спочатку ми в 2019 році, установчий з'їзд арбітражних керуючих України, створив Раду арбітражних керуючих України, далі почали формуватися регіональні ради, тобто в нас вже є самоврядування, тепер ми потихеньку функціонуємо разом з Міністерством Юстиції, плануємо, що найбільше повноважень прийняти для нашої спільноти, наскільки це можливо буде зробити, щоб ми були схожі на адвокатів, які повністю самоврядується самостійно. Тож, дуже дякую за вступне слово і хочу також ще запросити, якщо пан Роман дозволить, Олександр Ткаченко, член Ради арбітражних керуючих Харківської області, дякую за вступне слово. Пан Олександр, вам треба мікрофон ввінкнути. Слышно сейчас? Всем добрый день, меня зовут Каченко Олександр, я член Ради арбітражних поправляющих Харківської області. І сьогодні, действительно, у нас очень интересна тема, яка затрагиває процедуру банкротства физических лиц. Процедура у нас очень новая, очень многие понимают, що така процедура на сьогоднішній день є, вона вже работает, але як вона работает на сьогодні, до конца ніхто не розуміє. Я не буду говорити ніхто, багато з наших колег, які на сьогоднішній день ще не практиковали банкротства физических лиц, не іменно преподавателям, а іменно физических лиц. І також тих участників сьогоднішнього нашого вебинара, котре є як слухателям, послухателям, так і адвокатам, і інші люди, які працюють на цьому вебинарию. Таким образом, я думаю, що ця конференція буде на сьогоднішній день дітєльно полезна, інтересна, інформативна, і багато люди, які не розумією до конца, яким образом буде работать у нас ця процедура і якими методами і подходами необхідно руководствувати при банкротстві физических лиц, я думаю, що ми в цьому поможем розібратися. Ну, Роману, мені поки все, я думаю, що у нас є інші випадки, які можна переходити. Ждем. Спасибо. Спасибо, Александр. Ми зразу перейдем к делу, то есть у нас така практична сегодня встреча, як добрих друзей, які говорять о банкротстві, говорять о нових возможностях, які відкриваються як для клієнтов, так і для адвокатів, арбитражних, управляющих. Главний вопрос, наверное, самый перший, вот мы попытаемся не читати кодекс, потому що кожен із нас євляється юристом, я думаю, можна открытий цю книжечку, прочитати, увидеть там все основные положения, які связаны, хто може стать банкротом, які нужні основи для начала процедуру банкротства. Главное, мені кажуть, ключові моменти, то есть вот це, все, що між строками написано в кодексе, а именно, що ожидати практики. І, наверное, у мене самый перший, самый главний вопрос, який волнує всіх, мене як юриста, моїх клиентів, скільки це може стоить? Скільки може стоить процедура банкротства физического лица? Ну вот, для себя я ответа верного, точного на сьогоднішний момент не знаю. То есть, з чого состоит эта стоимость? Где задача адвоката, где задача арбитражного управляющего? Поэтому, ребят, давайте, наверное, начнем с самого главного, о деньгах поговорим, поговорим, сколько это может стоить, какие есть обязательные платежи, что необходимо будет оплатить потом, что мы понимали математику, потому что, если нет математики, мы понимаем, что мы не можем ничего конкретно клиенту своему предложить. Коллеги, с вашего позволения перейду так же на русский язык. Финансовый вопрос действительно самый краеугольный в данном вопросе банкротства физических лиц. И уже первая практика показала, что есть определенные пробелы, касаются не в частности судебного сбора, поскольку нет единства практики пока, какой судебный сбор оплачивать и оплачивать ли его вообще. Это первая статья. Вторая статья это авансирование вознаграждения арбитражного управляющего. Это два официальных платежа. Если по судебному сбору мнения в кругу арбитражных разошлись, стоит ли платить или не стоит платить. И остаточного мнения в судебной практике пока еще не поставлено. то касательно вознаграждения арбитражного управляющего за три месяца здесь уже все у нас достаточно однозначно. Мы имеем обязательный документ, который мы прикладываем к заявлению. И он у нас является платежное поручение, которое подтверждает, что мы авансировали вознаграждение арбитражного управляющего. Но это только официальная сторона вопроса. Есть еще неофициальная сторона вопроса. И заключается она в том, что комплект документов, которые мы подаем в суд вместе с заявлением об открытии производства по делу, он достаточно большой. И содержит в себе декларации об имущественном состоянии должника, членов его семьи за последние три года. И это не та декларация, которую мы подаем в налоговую. Это совершенно другая форма декларации. Вот я потом попрошу Александра рассказать, поскольку у него уже есть практические кейсы, он уже составлял эти декларации, он уже, я думаю, знает их очень тщательно. И вот как раз составление этих документов представляет также определенную сложность и получить документы для того, чтобы данные из них подчеркнуть для декларации и сами декларации составить, и это работа. И вся нестыковка в кодексе, которая произошла, заключается в том, что арбитражный управляющий назначается автоматом, мы так называем, через систему ESITS, которая сейчас не работает, и по-прежнему действует старая система, но ее там немножко адаптировали, чтобы она работала. И получается, что тот человек, который базовый пакет готовит для будущего клиента, неизвестно, будет ли он назначен системой как арбитражный управляющий по данному делу. И, скорее всего, именно он не будет назначен, поскольку круг широкий, из которого будет система выбирать автоматически. И поэтому вряд ли этот человек будет работать бесплатно, и он попросит с такого физического документа. И поэтому мы открываем для себя еще две статьи затрат. Первая статья затрат это работа специалиста по декларации, а вторая статья затрат это как раз работа юриста, который будет готовить весь этот пакет документов. Возможно, это один человек будет делать и декларацию, и весь пакет документов. Есть еще две статьи затрат вот такие у нас. Александр, хотел очень попросить, расскажи, пожалуйста, про декларацию, сколько это времени занимает, насколько этот документ серьезный и весомый для процедуры банкротства физлица. Да, Евгений, спасибо, я продолжу эту тему, единственное, я хочу еще дополнить, что касается у нас по поводу наших затрат при обращении в суд с заявлением про порушение и провожение обходной потребности нашего должника. В данном случае я хочу заметить, что на сегодняшний день у нас складывается практика, которая связана с банкротством физических лиц, которая подразумевает уплату обязательного авансирования оплаты услуг обитражного управляющего путем его внесения на депозитный счет с хозяйственного суда, в котором рассматривается дело, а также что касается судебного сбора, тут спорный действительно вопрос. Почему? Потому что многие у нас те же судьи, которые принимают своему производству такие заявления, они просят и выносят уквалы по уквалы, которыми обязывают предоставить заявителей доказательства оплаты судебного сбора. Я в данном случае не совсем согласен с позицией этих судов. Почему? Потому что у нас кодексом процедур банкротства четко установлен порядок и перечень тех документов, которые необходимо заявителю предоставить к этому заявлению и которые подтверждают те или иные факты, на которые ссылаются как заявители в своем заявлении, так и доказательства оплаты тех сумм, которые он обязан уплатить. В данном случае, если мы проведем аналогию при требованиях кодекса процедур банкротства к юридическим лицам, которые обращаются с заявлением про порушение провожения исправки банкротства по собственной инициативе либо по инвестициям кредиторов, то там мы можем увидеть, что обязательным требованием предоставления документов является доказательство оплаты как авансирования оплаты управляющего, так и оплаты судебного сбора. В нашем случае при неподвижеспособности физического лица при подаче заявления перечень документов, которые есть обязательными к подаче является исключительно доказательство оплаты авансирования услуг арбитражного управляющего. Таким образом, на сегодняшний день у нас авансирование оплаты услуг арбитражного управляющего составляют приблизительно 32-33 тысячи гривен, которые заявитель должен заплатить сразу в декозитный счет суда. Судебный сбор у нас будет составлять порядка 22 тысяч, которые суды в своих выплавах просят, заявители эти суммы оплачивали. Я не согласен. Поэтому здесь я считаю, что необходимо будет подождать какую-то практику, которая в дальнейшем покажет, что судебный сбор при обращении заявителя с заявлением о пропорщении провожения у справа по неполитажной промышленности именно как физического лица будет в пользу заявителей, которое в дальнейшем покажет, что при обращении с таким заявлением необходимо оплачивать только авансовый взнос. Но в нашем случае я хочу заметить и обратить внимание, что при обращении в суд самому заявителю необходимо будет быть готовым к оплате либо авансового платежа на счет депозитного счета суда, который рассматривает СПО, а также судебного сбора, который на мое мнение, как я говорил уже, я считаю, является необоснованным. Но некоторые заявители считают, что им проще заплатить этот судебный сбор, чтобы в дальнейшем не обжаловать на такие заявления и уквалы про суд имени розгляду заявок в связи с пустымщиной и вхидна на дах и доказ за сплату судового сбора. Как у нас многие упалы судьи сейчас выносят судьи разных регионов разных количественных судов. Поэтому здесь надо быть готовым к тому, что 22-23 тысячи гривен будет составлять судебный сбор и 32 тысячи приблизительно анализирования платы услуг арбитражного управляющего. Итого где-то 1055 необходимо заплатить для того, чтобы возбудить это дело о непосвоении платежеспособности. В данном случае помимо этих платежей необходимо сформировать бюджетную составляющую, которую необходимо оплатить за услуги тех же адвокатов, например, которые будут вести это дело в дальнейшем как представители должника в данном процессе и составлять документы, которые необходимо при подаче заявления. о неплатежеспособности. Этот перечень документов действительно очень объемный. Кодекс у нас требует некоторые документы, которые по моему мнению не совсем раскрывают ту информацию, которую должны содержать эти доказательства либо в письменном виде, либо действительно в виде какого-то официального ответа, полученного из каких-то контролирующих органов. ну, допустим, справка, то есть не справка, а важных забавязанных на даты информацию про открытые рахунки. Например, кодекс у нас не совсем раскрывает понятие этого требования, этих доказательств. Почему? Потому что мы имеем право со своей стороны написать в произвольной форме перечень расчетных счетов, которые на сегодняшний день у нас открытых как физических лиц. Также может трактовать, ну, как у нас показывает практика и упало некоторых хозяйственных судов, которые требуют предоставить все-таки справку с налоговой, которая действительно подтверждает наличие либо отсутствие открытых расчетных счетов на физических лиц. Затратную часть тяжело просчитать. Некоторые справки у нас платные, некоторые бесплатные, те же вытоки с реестра речевых прав, те же иные справки, которые необходимо получить для предоставления их заявления о порушении провожения применения для спомощности. Я думаю, что приблизительно составит порядка тысячи гривен. То есть это мы сейчас подытоживаем ту затратную часть, которую необходимо будет потратить на обращение в суд и на ту часть документов, которые необходимы для подачи такого заявления. По введению этого дела и подготовке документов, я думаю, что адвокаты у нас сами формируют те цифры, за которые они готовы предоставлять те или иные услуги. Поэтому рынок большой. Разный регион у нас также может планировать ведение этого процесса по-своему. Один видит больше проблематику в этом процессе, другой меньше. Поэтому я считаю, что вот эти все затратные моменты вам нужно будет согласовывать именно с теми либо адвокатами, либо лицами, которые будут заниматься составлением этих документов уже лично, персонально и отваривать те суммы. Что касается деклараций, которые необходимо подать при обращении в суд с заявлением по неплатежеспособности физического лица. Действительно, возникает очень много осмотрных вопросов. Почему? Потому что декларация в примерной форме у нас утверждена в приказе Министерства истиции, которое говорит о том, что необходимо указывать имущество, которое превышает свою стоимость в более 30 минимальных заработных вкладов. И также эти декларации подаются за 3 года, которые предшествуют к моменту обращения с таким подобным заявлением в хозяйственный суд. Декларация действительно очень интересная, но на помощь нам всегда приходят предметки, которые указаны в примерной форме этой формы декларации. Исходя из них, мы для себя приблизительно сможем определить порядок, какие необходимые документы нам нужно собирать для того, чтобы отразить эту информацию в декларации, какую информацию нужно указывать и какая информация у нас есть необязательная. В данном случае я прошу обратить внимание, что декларация по имущественным состояниям этой примерной формы говорит о том, что членами семьи являются у нас отец, мать, дети, жена, а также и другие лица, которые проживают вместе с должником. И в данном случае у нас также есть возможность, если у нас члены семьи должника отказываются от предоставления такой информации, в декларации указывать, как член семьи отказался от предоставления такой информации. Помимо этого мы, если не владеем какой-то информацией относительно члена семьи, мы обязаны получить информацию с государственных регистра о имуществе его члена в семье и обязательно внести ее в декларацию, так как это является существенным условием ее заполнения. По декларации возникает много вопросов, поэтому здесь, если рассказывать, то я думаю, с декларацией у нас затянется очень надолго и если есть вопросы, я просто буду рад ответить на них, если там кого-то что-то непонятно или человек пытается разобраться и на конкретные вопросы, я думаю, что будет легче отвечать и более будет доступнее нашим людям, если такие есть. Ну, как актерам, спасибо, да. Да, вот сразу вопрос, ну хорошо, декларация, понятно, членов семьи, их много, надо собрать эту информацию, это может подготовить адвокат, это может подготовить арбитражный управляющий, ну вот хорошо, но не всю информацию должник вот сообщил о себе суду. Вот главные, какие последствия этого всего, потому что они важны, как мне кажется. у нас кодекса процедур банковства предусмотрено, что после назначения короче-реструктуризации короче-реструктуризации проводит анализ этих деклараций, которые были поданы должником. Если он выявляет какие-то неточности, которые были поданы должником в этой декларации, он готовит звит, который направляет как к кредиторам, так и саму должнику. При этом, какие могут быть у нас последствия? Должник, в свою очередь, при получении такой декларации, то есть отчета о проверке этой декларации, он на протяжении семидневного срока обязан устранить эти неточности и уточненную декларацию подать в хозяйственный суд, который рассматривает это дело о банкресе. В ином случае, если на протяжении семидневного срока с момента получения такого отчета о проверке декларации должника, он не подает такую декларацию, кредиторы на собрании кредиторов имеют право принять решение о закрытии этого производства по делу банкротства. И в таком случае, в случае закрытия этого производства наступают последствия, где должник на протяжении года с подобным заявлением больше не имеет права обращаться в хозяйственную суду. Вот, в принципе, все последствия, которые у нас за собой вредят. То есть, по большому счету, при подаче декларации первичной вместе с заявлением нет никаких у нас ограничений относительно требований декларации, там что-то ты дописал, что-то не дописал. Главное, вовремя ее исправить и подать уточнение уже по анализу арбитражного управляющего, который был назначен судом в этот процесс в качестве первичной институтризации. Я хотел немножко еще так самовольно переключился, Ром, смотри, давайте мы немножко в нашем дискуссии пойдем от общего к частному. То есть, я буквально два слова хочу для всех дать определенную кайму процесса, структуру процесса. То есть, у нас процедура банкротства физлица происходит в два этапа. Первый этап процедура реструктуризации и второй этап, который может быть, может не быть, это процедура погашения долгов. И вот для того, чтобы дойти до начала первого этапа, до процедуры реструктуризации, мы собираем пакет документов, обращаемся в суд, суд открывает производство и дальше мы уже поехали по цепочке. И здесь стоит один важный нюанс, и вот все будут читать кодекс, книгу четвертую, кому нужно, кто столкнется в практике, все откроют, почитают, цитировать не будем. Но сама концепция кодекса в части банкротства физлиц, она зыжится исключительно на инициативе физического лица. То есть, не может кредитор обратиться с заявлением обанкротить какое-то физическое лицо. Только само физическое лицо должно обладать неким желанием очиститься от долгов. Это как шаг в будущее, европейский шаг. То есть, мы все добропорядочные граждане, но попадаем, например, в какую-то тяжелую ситуацию, понимаем, что мы не можем рассчитаться и хотим пройти процедуру банкротства. То есть, продать то, что у нас есть там, то, что можно продать и рассчитаться с кодекцией. Ну, это в идеале, естественно. Но процедура выстроена так, что она базируется на инициативе физлица. То есть, хочешь пойти в процедуру, заплати там, ну, судебный сбор под вопросом, да, заплати авансирование, заплати адвокату, который подготовит, либо сам делай, вероятность высокая, что не получится ничего, заплати тому человеку, который там сделает декларацию и так далее. Но дальше, как бы, когда... И здесь физлицо, в принципе, по идее, должно способствовать во всем. То есть, Саша говорил, что там нужно собрать там доведку с рейса рычевых прав там, вытяг и так далее. Но не везде же мы можем взять как стороннее лицо в отношении будущего банкрота, да. И тут презюмируется, что, ну, так сквозь строк написано, что физлицо, по идее, должно способствовать. Это же его инициатива. И вот это... И физлицо интересовано в этом банкротстве, в реструктуризации, либо там в процедуре погашения. И вот оно должно исправить это все. И вот все последствия, вот не сделал, допустим, не исправил, тогда могут закрыть дело. Не предоставил там отчет о выполнении плана реструктуризации, могут закрыть дело. То есть вот инициатива физлица здесь идет вот, ну, в первую как бы очередь. И если так, мы на маленький шажочек, мы просто плавно перешли к декларации, да, мы на маленький шажочек вернемся назад к затратам процедуры, то в этом же и есть некий диссонанс в кодексе. С одной стороны, инициатива физлица, а с другой стороны, арбитражно управляющий ему назначают путем использования автоматизированной системы, да. То есть с одной стороны, базируется на инициативе, вот, допустим, я хочу признаться банкротом, очиститься от долгов, чтобы дальше нормально существовать, выезжать за границу, там, через время иметь возможность получить кредит и иметь чистую кредитную историю и так далее, да, вести бизнес или назначаться там на должности в финкомпаниях, там, бездоганной деловой репутации, ну, и все-все-все, что с этим связано. Поэтому я должен этого хотеть. И тут мне система выкидывает арбитражно-управляющего, к которому мне нет никакой степени доверия, да. Я не говорю, это коррупционная там составляющая или там о том, что должны договориться арбитражный клиент. Вот, нет, я говорю о чистой ситуации. И тут выкидывает ему система кого-то, он ему не доверяет, а деньги он уже потратил. И в этом тоже есть определенный диссонанс, потому что, насколько мне известно, вот, если не ошибаюсь, то ли в новозеландской или в австралийской юрисдикции, там, в банкротстве физлиц арбитражный избирается самим физическим лицом. То есть, ну, опять-таки, это тот же арбитражный, он точно так же связан, как бы, нормами законодательства, у него есть свои полномочия, обязанности и так далее. И вот этот диссонанс, он пока прослеживается у нас в кодексе. То есть, и тратим деньги, не зная, кого назначат, и, опять-таки, эти затраты были бы меньше, если бы мы знали, что это человек, который еще готовит документы, дальше ясно, подняться за руку, дальше проводить всю процедуру, да, вот, а так, как бы, получается, сначала на одного потратил человек деньги, потом, как бы, еще авансировал, на момент авансирования неизвестного арбитражного управляющего вознаграждения, и дальше, как пойдет ситуация, неизвестно, вот. И этот же диссонанс прослеживается в ограничительных мерах в отношении физлица, мы будем говорить дальше, да, вот у нас есть там вопрос по тематике, он у нас связан, сейчас вот даже процитирую, да, кошты, так, 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 про что вы не прочитаете в кодексе, да, практичные моменты, и вот у нас есть вопрос об ограничительных мерах, что можно запретить выезд за границу, суд может запретить выезд за границу, должник, можно класть ареш на мейн, но, забыв, зато там перед несберегание, там, третья особня, и так далее, и тому подобное, вот, то есть, здесь, как бы, с одной стороны, человек хочет, как можно быстрее, да, пройти эту процедуру, очиститься, а с другой стороны, он может зайти в процедуру и быть еще более ограниченным, неже он есть до вхождения в процедуры на какое-то время, то есть, тоже есть определенная неурегулированность. Ну, возвращаясь к банкротству, да, возвращаясь к вопросам начала процедуры, банкротство из лица, это не означает, в общем, банкротство в классическом понимании, да, это как новый шанс для восстановления своей кредитной истории, вот, мы все знаем, что в конце этого года, если Верховный Совет, конечно же, не продлит, заканчивается мораторий временный, который длится уже много-много лет, на имущество, которое является обеспечением кредита в иностранной валюте, и вот этого имущества достаточно много, мы понимаем, что эти должники будут вынуждены либо остаться без этого имущества, либо они все-таки могут воспользоваться институтом банкротства, и вот, что бы мы могли бы порекомендовать, или что бы мы могли бы предложить таким людям, у которых, ну, мы понимаем, что у них, если в ипотеке, то, наверное, единственное жилье, в ипотеке в долларе, наверное, уже в отношении таких людей есть решение суда взыскания космических сумм, ну, мы знаем, что там суды взыскают, ну, нереально большие кредиты, суммы кредитов, которые невозможно не вернуть, не погасить, то есть, вот, а если ответ на этот вопрос, что делать таким должникам, является ли вот процедура банкротства определенной панацеей для них, то есть, могут ли они как-то начать новый старт в этой кредитной истории? Я начну, Роман, но для начала я хочу обратить внимание на то, что у нас очень разные арбитражные управляющие, очень многие физические лица имеют разные задолженности и источник этой задолженности по тем или иным обязательствам, в первую очередь, допустим, мы приобрели какой-то потребительский кредит, да, и на протяжении долгого времени не погашали ту или иную задолженность, в связи с чем у нас возникла большая сумма долга, как по телокредитам, так по пациентам, так и по штрафным санкциям, которые насчитывает банк и любят насчитывать. У нас процедура неплательственности должника требует обязательного условия к подаче должником такого заявления, это наличие задолженности не менее 30 минимальных заработных плат. В данном случае это составляет приблизительно 125-130 тысяч гривен. Также, помимо этого, кодекс процедур банкротства предусматривает возможность обратиться с заявлением о возбуждении этой процедуры, если он не оплачивает свою задолженность перед кредитором на протяжении двух месяцев и эта сумма задолженности превышает 50% от его обязательных платежей. Также, следующий момент, по которому имеет право физическое лицо обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела о освоении платежеспособности, если у нас государственным исполнителям либо частным исполнителям открыто исполнительное производство, было до этого, и в рамках этого исполнительного производства, этот исполнительный документ, на основании которого открывалось производство исполнительное, был возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества должника, на который могло быть обращено взыскание. Вот, поэтому здесь есть у нас люди, которые не имея у себя никакого имущества, набрали какие-то потребительские кредиты, либо пользуясь кредитными карточками, которые предоставляют банковские учреждения и финансовые учреждения, превышают суммы 130 и больше тысяч. Бывают случаи, когда людям предоставляют карточки банковские с кредитным лимитом, которые превышают 200, 300, 500 тысяч, то есть такие случаи тоже, я думаю, ни у одного, ни у двух физических лиц случались. И мне известно, что некоторые люди, даже физические лица умудрялись на протяжении двух, пары, тройку лет получить несколько таких кредитных карточных кредитных карточек с кредитным лимитом, которые превышали более 500 и более миллиона гривен, но на самом деле эти кредитные обязательства ничем обеспечены не были. Человек на сегодняшний день понимает, что у него есть кредитные обязательства перед банками в связи с сложившейся ситуацией в стране в связи с карантином, в связи с массовым сокращением наших физических предприятий, которые трудоустроены на тех или иных должностях на предприятиях, они не знают, как им быть и как поступить со своей задолженностью. Некоторые думают ехать на заработки, некоторые скрываются, некоторых достают разные финансовые учреждения через своих коллекторов, некоторым угрожают, некоторых избивают, бывает такое, к сожалению. И один выход этим физическим лицам заявление о признании в данном случае при открытии дальнейшем процедура в любом случае, если не будет никаких процессуальных нарушений избавляется от своих долгов, которые у него накопились за тот или иной промежуток времени. То есть он выходит чистым человеком, который не имеет за собой каких-то кредитных обязательств, но есть тоже определенные последствия, где после того, как он списал свою задолженность перед кредиторами путем обращения суд и уже утверждения судом этой процедуры в 5 лет не имеет права больше обратить подобные заявления. То есть с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо, но по крайней мере есть требования закона, которые предусматривают порядок списания таких задолженностей. это первый тип физических данных. Саш, смотри, я почему этот вопрос задал, вот такая дискуссия она родилась от инициативы Национальной Ассоциации Банков, их мнение такое, да, они говорят о том, что они всем должникам, которые у них есть, уже давным-давно предлагали, причем очень много раз, разные варианты реструктуризации их долгов, поэтому они не верят процедуру банкротства физического лица в том смысле, что эта процедура даст возможность получить новое слово кредитования, то есть мы все знаем, что банкротство физического лица, это не всегда продажа его имущества, это возможность все-таки как-то опять вернуться в этот кредит, как-то списать какую-то часть задолженности, установить какой-то процент, очиститься, вот момент в этом, все-таки кодекс он дает возможность таким должникам как-то войти опять в кредитное русло, то есть как-то начать опять новое сотрудничество с банком, при этом остаться жить в своей квартире, потому что мы знаем, что если речь идет о ликвидации, то должник лишается такого имущества. То есть тогда, наверное, для такого человека, ну, не имеет значения, то есть заберет ли у него это имущество банк через исполнительную службу, через торги, или ему все-таки надо идти в банкротство. Поэтому вопрос такой, потому что национальная ассоциация банка уверена, что ну вот в этом смысле уже тех, кто хотели как-то договориться с банком, они давно договорились, а те, кто остались, они, ну, как говорят, недоговороспособные, да, поэтому вот этот момент, потому что понятно, ликвидация, это все ясно, а вот возможность опять начать нормальную кредитную историю есть? Дает возможность кодекса? Я хочу обратить внимание на то, что, да, действительно, бывают разные ситуации, бывает еще как будет да, слышно меня? Меня слышно? Да, теперь с ним как-то прерывается, да. Да. Вот, действительно, бывает разная категория физических лиц, первая из которых я начал рассказывать, это именно те, которые набрали потребительские кредиты, использовали кредитные лимиты на своих банковских карточках и не знают, как в дальнейшем быть в этой ситуации. Также есть другая категория, на примере того, как вы, Роман, сейчас затронули эту тему, где если у должника есть какое-то жилье, в котором он проживает, смогут ли, допустим, банки как-то забрать это имущество, либо что-то с ним сделать. В данном случае я хочу обратить внимание, что кодекс процедур банковства предусматривает у нас норму, которая запрещает нам реализовывать имущество в процедуре неплатежеспособности должника. Таким имуществом является либо квартира, которая не превышает 60 квадратных метров, либо жилой дом, который также не превышает 120 квадратных метров. Это имущество в процедуре не реализовывается. И только в том случае, если действительно эта квартира, такая квартира или такой дом является единым жильем для проживания его семьи. В таком случае человек также в дальнейшем избавляется от своих кредитных обязательств перед банками, перед другими кредиторами, которые заявили, установленные законом СОК и также после процедуры неплатежеспособности физического лица. Могут избавиться от этих кредитных обязательств, но при этом остаться с тем жильем, которое действительно является единым жильем для проживания в его семье. То есть он очищается от своих кредитных обязательств и начинает свою жизнь с чистого листа, причем как в желтой квартире или в этом доме, так и проживает свое мирное существование. Что касается какого-то кредитного рейтинга или кредитной истории, или как может это повлиять на тех же физических лиц, которые были признаны банкротами, да, и процедура была завершена в дальнейшем. У нас кодекс определяет, что на протяжении пяти лет это физическое лицо не имеет права больше обращаться с подобным заявлением в хозяйственный суд. Но также мы на сегодняшний день до конца не понимаем, как у нас кредитный рейтинг будет формироваться по тем или иным физическим лицам для дальнейших обращений в финансовые учреждения для получения тех или иных кредитных услуг. Я думаю, что практика покажет. В принципе, эта практика у нас не новая, она практикуется как в Соединенных Штатах, так и в других европейских странах, где на самом деле люди не боятся слова этого банкротства. Банки уже прекрасно понимают, что это за процедура, они прекрасно понимают, что есть определенный риск, предоставляя какие-то кредитные услуги тому или иному физическому лицу. Но, по крайней мере, все живут и как-то работают, и, по крайней мере, банки, они тоже прекрасно понимают, что не предоставляя кредитных услуг, они не как-то работают. Коллеги, ну, зараз у нас наш спикер, технично, какие-то питания виникли на них в лінії, ми чекаємо, коли вони прийнаються до нас. А поки ми чекаємо, все ж таки скажу, що позиція Національної асоціації банков, які все ж таки головні є кредитори, тримачи цих коштів, повязана з тим, що вони кажуть про те, що все ж таки боржники, напевно, не будуть користуватися цією процедурой. І це зв'язано, прежде всего, з тем, що вони предлагали таким должникам багато раз реструктуризатию по разным кредитним істориям, тому вони проти, ну, не то, що проти, вони не верять процедуру банкротства фізичного лица. Недавно, з'явшись з колегою з Польщі, арбитражним управляючим, він, интересно, розказав таку історію, що в Польщі вже є така процедура, вона достаточно недавно була введена, і вот, интересно, що процедура заработала в полну силу і почалась тоді, коли держава почала через систему БПД оплачувати услуги арбитражних управляющих. Действічно, це дуже важливо, тому що ми всім розуміємо, що якщо чоловік неплатежеспособний і він не може оплатити якісь затрати, наверное, арбитражного управляючого, то фактически він і не зможуть оплатити і те обязательні платежи, о которых йдет речь. І, кстати, по поводу судебного сбора, можна сказати о тому, що действительно на сьогоднішній моменту такая дискусія йдет, треба ли його оплатити, він достаточно большой, ну, з учетом того, що це люди, це їх кровні деньги, ви все понимаєте, да? В частности, Харківська область, хозяйственный суд пристав на позицию, що такий судебний сбор треба оплачувати. Часть судей в інших регіонах говорять о том, що такий платеж платити не потрібно. Я був все-таки пробовав і бився б і старався б подавати без судебного сбора і через апеляцію, я думаю, що таким образом можна все-таки сравнити ту положительну практику і уменьшити затрати, тому що затрата для физического лица, ну, являться основним ключевим моментом, коли ви оцениваєте, коли він к вам приходит, то есть для начала процедуру. Он сможет ли он осилить финансовую составляющую вашего предложенного дела или нет. Если же он не сможет оценить, то тогда, наверное, он и не сможет просто воспользоваться вашими услугами. Ребята к нам вернулись. Да, видите, интернет все-таки немного, да, наш украинский. Как я сегодня заметил коллега с Германии, он говорит, что в Украине почему-то все время проблема с интернетом. Проблема с интернетом, поэтому вот такой был комплимент в скобках нам дан. И мы остановились на вопросе кредитов в иностранной валюте, этого собеспечения, да. И, конечно, это важно. Вот, это очень важно. И мы, наверное, поговорим еще о чем? О том, что вот интересный, я знаю, что у Александра точно есть интересный случай практически, который у него недавно закончился, дело, где он, наверное, сможет с нами поделиться и рассказать, почему важно все-таки должнику правильно работать с арбитражным управляющим в том смысле, что выполнять все требования, которые предусмотрены кодексом. Почему важно все-таки наводить это сотрудничество и даже не важно, если рулетка определенной арбитражной управляющей, которая не является вашим знакомым, вы его вообще не знаете, да, насколько правильно важно действовать. Поэтому, Александр, вот расскажите кратко вот об этом деле, о котором вы вчера мне так рассказывали. Мне очень понравилось, действительно. Это вот практические кейсы, показатель того, как не надо работать должнику, а вернее даже адвокатом должника с арбитражным управляющим. Да, Роман, спасибо. Я хочу проверить, если у меня хорошо слышно, потому что выбрасывало, я не знаю, насколько стабильно сейчас у меня отсидеть. Да, вас слышно, говорите, да. Да, ну для начала я хочу закончить по поводу валютных кредитов, о которых я начал рассказывать, и у нас произошел сбой в системе. У нас касательно этого вопроса будет отведен вопрос на конце, я так понимаю, нашего семинара, да, Роман, по нашему списку. Я думаю, мы больше его изучим, больше его будем проговаривать с участием моего коллеги. И там действительно очень интересная тема. Почему? Потому что имущество, которое было приобретено, либо передано в ипотеку, ну банк в обеспечении валютных кредитов, является единственным жильем для проживания его семьи. И составляет не более, если квартира, это не более 60 квадратных метров. Давайте по поводу площадей вернемся все-таки позже, потому что, опять же, начиная, думаю, затрагивать эту тему, которая будет надолго. Что вкратце я хочу сказать по валютным кредитам, которые обеспечены имуществом должника, то у нас кодекс процедур подкруста предусматривает обязательную реструктуризацию. Это задолженность. И задолженность эта может реструктуризироваться как на 10, так и на 15 лет. Все тонкости мы также обоговорим чуть позже в нашем семинаре. И другие вопросы, которые будут возникать с этими валютными обязательствами, которые обеспечены единственным жильем должников, я думаю, также, если будут желающие наши присутствующие слушатели и участники, пусть заранее готовят свои вопросы и в нашем чате их указывают. Что касается по поводу сотрудничества с арбитражным управляющим и должником, который зашел через своих адвокатов с заявлением о открытии процедуры банкротства, то есть неподвижеспособности физического лица. Да, действительно, Роман, был у меня... Александр, вы снова пропали. Давай, меня слышно хорошо? Да, слышно, да. Как должны, так и те адвокаты... Александр, у вас... Давай, я немножко подхвачу, наверное, пока... Наладилась связь? Да, да. У Саши технические проблемы с интернетом. Продолжая тему банкротства физлиц, а именно той категории, которые у нас не есть, заемщики, которые там, скажем, поводили имущество и теперь пытаются как-то решить вопрос банком, а есть просто социальная категория, да, люди, которые брали кредиты на жилье, единственное жилье, в ипотеке, то ли квартира, то ли дом. Вот здесь нужно первое, что брать во внимание, особенность. В переходных положениях кодекса у нас установлены условия реструктуризации. То есть, как мы реструктуризация не обвиняем банком. То есть, даже не требуется согласие банка, как залогового кредитора, да, на такую реструктуризацию. Вот, но есть обратная сторона медали. Если по своему финансовому состоянию такой должник не может выполнять условия, такой реструктуризации, то дело в отношении него, а банкротство следует закрыть. То есть, если речь не идет, что мы перейдем в процедуру погашения о том, что Саша говорил раньше, и что не сможем продать этот дом либо квартиру, а речь о том, что такая категория людей не попадает в эту категорию, которая может банкротиться. Вот. У нас есть закон о моратории, да, на удовлетворение требований заемщик, кредиторов, обеспеченных ипотекой жилья, который является единственным жильем должника, если эти требования выражены в иностранной валюте. Вот. И этот мораторий у нас заканчивается через год. С момента принятия специального закона таковым у нас является кодекс по процедурам банкротства. То есть, вот мы сейчас стоим в преддверии того, что скоро начнут банки получат возможность взыскивать задолженность этих людей, вот, и люди должны либо платить уже о кредит в иностранной валюте, либо же как-то пытаться разрешить вопросы путем своего банкротства, если они находятся в состоянии неплатежеспособности. Вот. Поэтому, как бы, для этой категории предусмотрена исключительно процедура реструктуризации, ну, погашение по понятным причинам уже раньше сказали, почему нет, и правила реструктуризации, то есть условия реструктуризации у нас говорены прямо в кодексе. Дальше скажу там по условиям. Также вот очень интересный кейс, когда у нас есть заемщик, да, он же ипотекодатель, вот, но есть еще финансовые поручители. Ну, то есть банк выделил кредитные средства, человек купил жилье, передал его в ипотеку, вот, и есть поручители. Вот, и здесь, ну, можно на минутку абстрагироваться, пусть это не будет там кредит в иностранной валюте, в принципе, кредитные отношения. И такой заемщик банкротится, да, а как быть с поручителем, какой объем их ответственности сохраняется перед банком? Это на самом деле очень практичный вопрос, потому что вот люди приходят, консультируются, люди звонят, как бы, и практически у каждого есть поручитель. Так вот, с принятием кодекса в гражданский кодекс внесли изменения именно в статью, которая регулирует у нас припинение зобовязания шляхом его новации. И вот у нас в основе для припинения зобовязания есть его новации. И внесли такую правочку, что, если кредитор в проведении справедливости про банкротство заперечивал против плана реструктуризации, ну, для юрлица это будет плану санации, вот, то такий кредитор сберегает в первичном обсязе весь обсяг вымог до такого поручителя. А теперь перекладываем, ну, что это означает? Что пока существует задолженность, допустим, планом санации, либо планом реструктуризации, задолженность должника перед кредитором уже изменена, да, то есть план санации на план урегулирования, как и план реструктуризации, вот. И уже задолженность, допустим, стало меньше, рассрочили, на других условиях погашается, там, то есть разные вариации возможны. Вот это договорные отношения в первую очередь. И уже объем ответственности заемщика уменьшился. Так вот, если в процедуре банкротства кредитор, ну, в данном случае банк, возражал против утверждения такого плана реструктуризации, то к поручителям вот этого должника банк сохраняет первоначальный объем требований. Вот. И здесь есть тоже неурегулированный вопрос, мы очень много по нему дискутируем. А как быть с вот этой реструктуризацией, условия которой прописаны в законе, и согласие банка, на которую не требуется, да? Но нигде не оговорена ситуация, как быть с заемщиками. То есть получается, чисто такой, ну, моделируем кейс, да? Физическое лицо заходит в процедуру, физическое лицо есть заемщиком, его долг выражен в иностранной валюте, предметом обеспечения является его единственное жилье. Вот. Он требует, чтобы суд утвердил план реструктуризации на условиях, предусмотренных кодексом, то есть переходными положениями. Вот. А банк может выбрать одну из двух линий поведения. В одном случае банк прочитал поверхностно законы и понимает, что ему деваться некуда, что-то там написал в суд, суд утвердил и пошли исполнять процедуру реструктуризации. И вторая ситуация. Банк взял и написал в суд письменно свои возражения против такого плана реструктуризации. Он возражает против него, заведомо понимая, что суд удовлетворит все равно ходатайство об утверждении плана реструктуризации. Но при этом всем банк в последующем будет к таким, будет... что они имеют первоначальный объем ответственности перед банком за по обязательствам должника. Пока что в практике нет разрешения этого вопроса, но уже сейчас нужно, общаясь с клиентами, на мой взгляд, нужно задумываться, как быть с поручителем. Потому что, как правило, поручители – это не чужие люди. Это те же члены семьи могут быть. Это могут быть компании, которые аффилированы, да, для... в отношении данного должника. Это могут быть друзья там. Ну, то есть это реально как бы не чужие, как правило, для должника люди или субъекты, там, юридические лица. Вот поэтому тоже нужно изначально задумываться, как быть с этой ситуацией. Пока, к сожалению, нет у меня какого-то видения, как обойти эту норму закона, вот если бы я представлял интересы клиента. Поэтому будем ждать судебную практику, будем бороться, будем смотреть. Будем доказывать, что поскольку не вымогается погоджения сбоку банку, то, естественно, никаких возражений к речи не может идти. Но это все, знаете, на уровне как бы логических размышлений, поскольку закон как-то пропустил эту позицию. Вот. Второй момент. Я еще хотел шажочек назад сделать. Мы сейчас так как-то резко переключились, да, на банкротство физлиц по кредитам в инвалюте. Вот. У нас есть на самом деле две категории потенциальных клиентов. Вот. Физики в иностранной валюте с кредитами, да. И есть категория клиентов, которые реально брали в банки большие деньги. Иногда под завышенную стоимость объектов, которые передавались в залог, там, оборудование, либо в ипотеку недвижко передавалось, которые уже находятся, обросли там целым ворохом, оболочкой судебных споров, оболочек разнообразных проводок при участии там государственных регистраторов и так далее, которые, чтобы не... Банк не смог обратить взыскание, делят эти объекты, присылают им разные адреса и так далее и тому подобное. Это, кстати, на мой взгляд, это тоже потенциальный пул клиентов для адвокатов, для юристов просто, для арбитражных управляющих, которые, в принципе, и платежеспособны, и готовы. Готовы идти в процедуру банкротства, потому что процедура банкротства будет подразумевать очистку от долгов. И все, что он сможет спасти, да, в процедуре банкротства, ну, если говорить прямым текстом, уже банк не сможет на него претендовать. То есть, на мой взгляд, рынок у нас состоит из двух частей. Из людей, которые заработали на банках. И вторая часть – это из людей, которые попали в сложную ситуацию, брали кредит в инвалюте по одному курсу. Курс в связи с финансовым мировым кризисом, курс изменился, стоимость не изменилась и так далее. Вот, ну, не отклоняясь далеко от темы, вот мы тоже сегодня дискутировали, и очень большой вопрос у нас вызывает именно определение условий реструктуризации, ну, для заемщиков в иностранной валюте под обеспечение единственного жилья, да, под предмет ипотеки единственное жилье. Вот, даже условия реструктуризации, которые прописаны в кодексе, есть там определенные, ну, трения, скажем так. Они связаны с толкованием двух терминов, вот это вид сотки и проценты, потому что у нас мерой, ну, процент это плата за пользование чужими денежными средствами, да, и даже вот там наше 625-е в Гражданском кодексе, который регулирует ответственность за неисполнение, не своевременное исполнение денежного обязательства, она говорит, сплачет 3% речных, якщо інший размер процентов не встановлены договором оба закону. Да, то есть, как бы, сами проценты, это вот то, что мы платим за пользование чужими деньгами, правомерные, неправомерные, это там проценты, а вот то, что мы несем ответственность, да, за какое-то нарушение обязательства, ну, у нас выражается в пенеликах, в вид сотках у брохоза, либо там в штрафах, ну, то есть, вид соток как часть от целого, а процент это как плата за пользование средствами. Так вот, у нас перехидные положения к кодексу говорят о том, что реструктуризируется кредит, это, да, у нас разбивается, разбивается сумма, сначала определяется сумма задолженности перед банком, она ограничивается стоимостью объекта недвижимости, который передан в ипотеку, скорректирована на часть выплаченных, оплаченных уже платежей, вот, и далее разбивается на какие-то части, и рассрачивается там на 10-15 лет, в зависимости от категории объекта недвижимости, и начисляется там ставка, ну, процентная ставка, которая у нас равняется процентной ставке по депозитам в национальной валюте, увеличенной на 1%, ну, а для более дорогой недвижимости на 3%, так вот, возникает закономерный вопрос, это плюс 1% или плюс 0,01 от вот этого процента, который составляет саму депозитную ставку. Мы уже неоднократно это обсуждали, как бы, ну, логика, наверное, на стороне, что на 1%, там, или на 3%, но законодатель сформулировал именно так, тоже повод, как бы, банкам пообжаловать, поапеллировать и так далее, если будет не по их. Даже, кстати, у Саши есть прекрасная, вот он мне делился со мной, у Александра Ткаченко есть прекрасная информация по поводу того, по поводу определения вот этого тела обязательства, да, которое можно реструктуризировать, и тоже у нас была с ним дискуссия по этому поводу, мнения разошлись, вот, но если, Саш, ты здесь с нами? Да, вроде бы вернулся, вроде бы уже на связи, поэтому все хорошо. Да, действительно, у нас возникает очень спорный вопрос по поводу... Расскажи, пожалуйста, просто ты лучше это сделаешь, потому что ты это право уже. Да, смотрите, у нас в реконсовых положениях нашего кодекса предусмотрено то, что имеет право реструктуризироваться задолженность валютных кредитов, которая обеспечена имуществом должника и является единым жильем для проживания его семьи. Но возникает вопрос, каким образом правильно все-таки подходить к этой реструктуризации. Почему? Потому что кодексом предусмотрено, что для определения оценочной стоимости этой недвижимости, которая обеспечивает валютный кредит, является оценка субъекта оценочной деятельности, который определяется залоговым кредитором. То есть субъект оценочной деятельности оценивает это имущество, его стоимость, которая оценивается датой на сегодняшний день, а не датой выдачи кредита по кредитному договору или обеспечения, путем заключения договора ипотеки и стоимости, которая определена в этих договорах. Субъект оценочной деятельности, ну, дождем на примерах. Субъект оценочной деятельности оценивает имущество, то есть, например, квартиру, которая на сегодняшний день стоит 50 тысяч долларов, а кредит был взят и обеспечивалась квартира за выполнение им, должником кредитных обязательств в размере 100 тысяч долларов. Так возникает вопрос, от какой цены у нас будет идти реструктуризация, от 100 тысяч, либо от 50, по той оценке, по которой оценил субъект оценочной деятельности. Но не каждый до конца понимает сейчас, каким образом будет происходить учитывание, учет той суммы, которая была погашена уже самим должником на протяжении действия того кредита. Если у нас кредитный договор был заключен, например, в 2008-2010 году или с сегодняшнего дня выплачивали с должником обязательства в каком-то размере, то эта сумма по кодексу по-нашему учитывается при расчете оценочной стоимости этой квартиры и суммы, которая подлежит реструктуризации обязательной по нашему кодексу. То есть, как мы говорили, квартира, например, будет стоить 100 тысяч долларов. То есть стоила 100 тысяч долларов. На сегодняшний день она стоит 50 тысяч долларов. И от этой суммы, от 50 тысяч долларов, мы отнимаем сумму задолженности, которую уже платил сам должник, пропорционально его сумме обязательств по кредитным требованиям должника, то есть кредитора, с которыми он обратился в хозяйственный суд, заявление, и которые были включены в реестр требований кредитора. Таким образом, например, еще один пример приведу. Сумма задолженности, ну, чтобы было проще считать. Стоимость квартиры на момент заключения кредитного договора составляет 90 тысяч. Должник на протяжении действия этого кредита заплатил 30 тысяч. То есть это 30% от суммы задолженности по кредитным обязательствам. На сегодняшний день субъект оценочной деятельности оплатил, оценил эту квартиру в размере, и эта оценка составила 60 тысяч долларов. Вот этих 60 тысяч долларов нам необходимо будет заплатить 40 тысяч долларов, то есть за вычетом 30%, так как это пропорционально той сумме обязательств, которые были уже выполнены самим должником во время действия кредитного договора. Поэтому процедура реструктуризации действительно у нас влеча за собой, в последствии, которая, извините, с этими прерываниями интернета, немного сейчас запутался о некоторых вопросах, начинаю переживать, поэтому извините, если, допустим, какой-то материал не до конца мой. Хорошо слышно сейчас, хорошо слышно. Да, хорошо. По нашим валютным кредитам, которые обеспечены единым жильем, предусмотрено, что реструктуризируется кредитное обязательство на задолженность, которая обеспечена квартирой до 60 квадратных метров и домом жилым до 120 квадратных метров на срок до 15 лет. И квартиры, которые превышают 60 квадратных метров и дома жилые, которые превышают 120 квадратных метров, пристарализуются суммой этой задолженности сроком на 10 лет. При этом всем сумма, которую определил субъект оценочной деятельности за минусом пропорционально тех платежей, которые были ранее должником погашены, также просчитывается еще ставка в размере украинского индекса за 12-месячными депозитами физических лиц. На сегодняшний день составляет он приблизительно 13%. Таким образом, к этой сумме реструктуризации обязательных платежей добавляется по квартирам до 60 квадратных метров и домам, которые не превышают 120 квадратных метров, добавляется 1% к этой ставке размера украинского индекса ставок по депозитам физических лиц. Если это имущество превышает 60 квадратных метров по квартирам и, соответственно, свыше 120 квадратных метров, то эта сумма ставки увеличивается на 3%. Я думаю, что многим должникам будет интересно свою задолженность реструктуризировать и на много меньших размерах, чем изначально он приобретал свою квартиру или передавал в счет выполнения своих обязательств перед финансовыми учреждениями или банками по той цене, которая оценивалась квартира на момент заключения этого договора. Евгений, у вас будет что-нибудь добавить по поводу этого? Александр, спасибо за математику, очень наглядно, понятно теперь хотя бы, что можно говорить, как считать. А я хотел бы вернуться к вопросу все-таки затрат. Меня очень волнует вопрос затрат, потому что он, наверное, ключевой вопрос для начала любой процедуры. Хорошо, вот мы понимаем примерно уже на сегодняшний момент после озвученной информации, то есть можно сложить уже какой-то бюджет будущего клиента. Меня интересует такой вопрос, если процедура длится более трех месяцев, то есть те гарантированные платежи, которые мы вносим за три месяца, там понятно, арбитражный управляющий получает это в качестве оплаты. Вот все-таки если эта процедура занимает больше, чем три месяца, вот что для должника это означает? Должен ли должник платить арбитражному управляющему дальше? Или он может сказать, что нет? Почему? Потому что такой вопрос достаточно интересный, который опять же влияет на себестоимость услуг. Услуг и должник должен понимать, сколько это стоит в будущем. Смотри, я расскажу логику законодательства. Меня слышно нормально сейчас? У меня микрофон переключился на другой. Вот я расскажу логику процедуры немножко. Смотри, почему на три месяца? Да просто потому, что когда открывается производство по делу о банкротстве, есть сроки. И в течение этого срока мы должны выйти на либо процедуру реструктуризации, либо на процедуру погашения. И вот по закону, по кодексу, когда мы, ну сначала мы собрали требования кредиторов, проанализировали их, суд их принял, не принял, то есть сформировался определенный пул кредиторов и арбитражный управляющий сделал на базе вот этого определения суда реестр требований кредиторов. Сейчас его ведет арбитражный управляющий по нынешнему кодексу, реестр. Вот. И вот дальше как бы арбитражный управляющий должен разработать совместно с должником план реструктуризации и вынести его на собрание кредиторов. Комитета кредиторов в процедуре банкротства физлица же нет у нас, в отличие там от юрлиц. У нас есть просто собрание, ну упростили. И вот дальше как бы вот этот вот план реструктуризации, собрание кредиторов его должны быть схвалыти, ну такой термин, схвалыти. Вот. Да если они его схвалыли, мы тогда его погоджуем сборжником опять и идем в суд на затверджение. И на это все нам отводится там до трех месяцев, ну примерно. Я сейчас сроки не буду там калькулировать, это просто нудно очень будет. Но это до трех месяцев. И вот прямо в кодексе прописано, что с момента введения процедуры реструктуризации полномочия арбитражного управляющего прекращаются. То есть все дальнейшие исполнения плана реструктуризации, отчеты суду и так далее снова ложатся на плечи должника. Вот. Есть только несколько исключений в кодексе, когда сохраняется функция вот этого распорядка, ну керуючего реструктуризации. Вот. Это в случае, если предполагается какое-то продажа имущества в процессе исполнения плана реструктуризации. Вот. И в случае, если прямо планом реструктуризации будет предписано, что функция распорядника, например, сохраняется еще там на месяц, на два, либо до исполнения этого плана. Но в обоих случаях, если речь идет о продаже имущества, то тогда арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в процентном соотношении, да, от суммы реализации. Вот. А если его функцию сохраняют, согласно плану реструктуризации, ну, например, очень сложный план, и должник его сам не выполнит, и обосновали, что так надо, и кредиторы согласны. Тогда, как бы, естественно, как бы кредиторы, принимая это все, они арбитражный поставят вопрос, а как же с моим вознаграждением? Вот. И тогда можно создать фонд, которым оплачивать, либо, допустим, договориться, что вознаграждение он в пределах, ну, в рамках, которые позволяет кодекс, получит, там, по реализации части имущества, либо, там, вот, получение каких-то денег, средств, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь вот как раз в процедуре физика, на мой взгляд, вот вопрос оплаты арбитражного вот эти за пределами трех месяцев, он так остро не стоит. Вот. Если же у нас идет процедура погашения, то тогда, как говорится, арбитражный должен заработать себе сам, потому что, когда будет процедура погашения, предполагает, что у нас идет реализация имущества, и тогда уже вот реализация имущества он должен получить. Я не буду переходить, у нас, я сейчас так, знаешь, косвенно затронул такую очень больную для арбитражных тему, как раз вознаграждение, потому что и в старом законе, и в кодексе там есть дыры определенные, когда мы и имеем право на вознаграждение, и, с другой стороны, не можем этим правом воспользоваться, поскольку, там, ну, скажем так, одна бумажка завязана от другой, они закольцованы между собой, по большому счету, и мы тогда ждем уже в конце ухвалу про затверждение вытрат, там уже утверждает нам суд вознаграждение. Но, на мой взгляд, если вот оперативно делать процедуру по физику, да, то мы, как бы, ну, в принципе, в три месяца должны уложиться. И есть еще один момент, смотри, вот, касаясь денег, мы как-то его упустили в самом начале, ну, Саша Ткаченко косвенно затрагивал этот момент. Вот с судебным сбором, да, с одной стороны, хочется для вот этой категории, которая, ну, скажем так, по кредитам в иностранной валюте, да, но это категория людей, которые, в принципе, будут очень считать деньги, для них, скорее всего, это будут существенные деньги, да, за процедуру. Хочется их освободить, да, от этого судебного сбора, но пока практики нет. Но, с другой стороны, как бы, можно занять такую позицию, ну, давайте попробуем без судебного сбора, да, а там, как бы, если что, поборемся, и когда-то мы зайдем в процедуру. Но следует понимать, что с момента открытия производства по делу наступает, вступает в силу мораторий на удовлетворение требований кредиторов. То есть он не раньше, не с момента, когда мы заявление в суд сдадим, а с момента, когда суд откроет производство по делу. То есть, получается, пока мы будем бороться за свой судебный сбор, мораторий не будет. Если нам откажет первая инстанция в открытии, апелляция, мы пойдем на Верховный суд, потом на Волыку палат. Вот. То есть, могут пройти, там, год или полтора, а моратория нет. А банк продолжает считать проценты, а тут закончилось действие закона, который запрещает водить мораторию и так далее. То есть это больно. Не каждый из физиков готов ждать, вот ради экономии этого судебного сбора он готов ждать. На мой взгляд, более практично была бы следующая модель, как бы, ну, если, конечно, тянет физику. Вопрос такой уточнения очень маленький. Скажи, пока мы боремся за судебный сбор, а арбитражнику нужно платить или нет? Нет, и он еще не назначен, понимаешь? Еще нету его, он появится, когда откроет производство по делу уже. Вот, пока его еще нету. Вот. И здесь еще такой момент, что я бы, например, попробовал, ну, в такой ситуации, я тут продумал, как бы я поступил. Ну, наверное, как бы я бы порекомендовал, а пока есть такой спорный вопрос, оплатить этот судебный сбор. А когда устроится судебная практика, ничего мне не мешает попросить суд, ухвал и повернуть и помолково сплаченный судовый сбор, правильно? Ну, мы же все равно действуем в рамках хозяйственного процесса, да, хоть и с особенностями, которые установлены кодексом. Вот. Поэтому я бы вот действовал так, как бы, по крайней мере, мы, ну, скажем так, мы не создаем дополнительный риск для вот такого клиента. То есть, потому что, ну, сейчас там не могут они, банки, заискивать имущество, но деньги-то они свои считают. Хорошо, как бы, и... Вот. И он, как бы, ну, у него копится эта задолженность. И на момент, когда мы зайдем в процедуру, да, по реструктуризации, у нас же другая сумма задолженности будет. Вот. А, вот ключевой вопрос возврата, возврата судебного сбора, который, кстати, озвучила одна из судей, сказала о том, что вернуть можно, но насчет должника. То есть, если у должника есть масса исполнительных производств, то, соответственно, эти деньги получат кредитвозыскатели по этим производствам. То есть, физически выходит, что выгоды от возврата такого судебного сбора нет просто. Да, у нас появились первые комментарии. Круто. Вот, судебный сбор платиться не должен при подаче заявления физическим листом. Не стоит его оплатить. Совершенно правильно. По кодексу так, я с вами согласен. Но практика у нас, к сожалению, пошла вот непонятным путем. И уже есть прецеденты, когда суды первой инстанции отказывают на том основании, что нет квитанции по плате судебного сбора. Да. Поэтому здесь просто есть рекомендация, что если вы в такой ситуации, то, может быть, стоит заплатить и вернуть его. Потому что пока вы будете в апелляции бороться, возможно, и в касации, то ваши кредитные обязательства, ну, не ваши, а должника кредитные обязательства, они растут, как бы, и они зафиксируются на момент открытия производства по делу. То есть, на момент, когда моратории начнут действовать. Поэтому, как бы, просто, возможно, нужно про сейчас не исключительно правовую сторону вопроса, а сторону экономического. Что выгоднее должнику? Я, ну, лично, мое мнение, что ни в коем случае не нужно его платить. Но если мы видим плохую практику, то лучше заплатить и попробовать вернуть. Потому что за это время мы получим там гораздо, возможно, получим гораздо большие суммы обязательств должника. Вот. То есть, здесь мы действуем интересы к должникам. Да, спасибо, Жень. Такой очень, да, практичный момент. Но мы зафиксировали, как говорит один известный блогер, говорит, зафиксировали, что таким образом можно пользоваться мораторием. То есть, моратория тоже очень важная вещь. Ну, то есть, если вы боретесь за судебный сбор, вернее, за право его не платить, то у вас действует мораторий. Это очень практично и интересно. Поэтому давайте сейчас так сосредоточимся на каких-то практических моментах. Женя, тебе слово. Крутая вещь. И все мы еще по старому закону, ну, кто практиковал банкротство, мы им пользовались. Вот в прямом смысле слова. Когда был стабильный рост курса доллара, да, ну, не каждый день, но там 5, потом там 8, где-то там 12 и пошло-поехало. Так вот, мы заходили в процедуру банкротства, и у вас, по большому счету, у нас же все обязательства в процедуре банкротства фиксируются в национальной валюте, независимо от того, как они выражены в договорных отношениях, да. Вот. И вот с момента, когда вводили мораторий, мы пересчитывали эти обязательства в гривну. И потом дело шло-шло-шло-шло, курс доллара рос, и несмотря на то, что обязательства заемщика, ну, это юрлиц касалось, были в иностранной валюте, да, как бы, ну, уже его обязательства зафиксированы в рамках дела о банкротстве, были уже выражены в гривне еще по старому курсу. Поэтому здесь тоже нужно, ну, только вот с точки зрения практики смотреть. Видим, например, что курс доллара там планирует рост, или начал стабильный рост, а кредит там в долларе. Ну, наверное, все-таки можно пожертвовать судебным сбором, чтобы не словить вот этот камень, преткновение, на котором мы потеряем время, курс вырастет и фиксировать будем его уже в другом гривневом эквиваленте. Вот. И еще есть один момент. Мы в самом начале говорили, ну, о разности практики. Вот назначение арбитражного управляющего, да, в дело. У нас по кодексу должен назначать ЕСИЦ, ну, и ты на система. Вот ЕСИЦа пока нет в природе еще, он только разрабатывается. Но есть старая электронная система, которая позволяла, как бы, тоже выбрать арбитражного управляющего. Есть письмо рекомендательное от Министерства юстиции, там, письмо ДСА и так далее, которая гласит, что до введения, ну, в силу этого ЕСИЦа, пока он не заработает, суды трижды делают запросы в электронную информационную систему, выбирая, она им дает три кандидатуры арбитражных управляющих, и кто первый обратился с заявлением в суд, что желает принять участие, тот, как бы, номер один. Кто второй номер два, а третий номер три. И вот там, если первый отказался, второй заходит, ну, и так далее. Если первый нет, то только первый заходит. Так вот, тоже появилась возрастивая практика, например, одесситы, вот, они написали, что, извините, кодекс у нас говорит о системе ЕСИЦ. Если, как бы, суд не может вызначить арбитражно короче за допомогу установленной системы, да, установленного порядку, как в кодексе говорится, то суд, вызначая его за властным выбором. И получается, что ЕСИЦа вроде бы и нету, установленного порядка нету, и в Одессе вот есть прецеденты назначать арбитражного управляющего просто по решению, ну, как судья определит, так и назначает. Вот это к той теме, что в дело может попадать человек, который абсолютно, как бы, ну, связан никаким образом, как бы, и не имеет никакого там имиджа в глазах у такого физика банкрота. Да, есть по этому поводу мнение, и сейчас Минюст готовит изменения в это временное положение. Порядок назначения арбитражного управляющего, поскольку он старый, регулируется старым положением. В ближайшее время мы ждем этого нового положения, но это не вовсе не означает, что это принципы автоматического определения кандидатуры, он будет упразднен. Наверное, он все-таки останется, поскольку является ключевым в понимании разработчиков кодекса и Министерства юстиции. То есть вы должны понимать, что в вашем деле, даже которое вы готовите для подачи в суд, будет определен другой арбитражный управляющий, который, возможно, даже не будет вам знаком. То есть он будет работать самостоятельно. Вот важно, наверное, мне кажется, в этой ситуации выставить правильное взаимоотношение с таким арбитражным управляющим, с таким специалистом, чтобы получить желаемый результат. И давайте, наверное, плавно все-таки перейдем к результату. И Александр с нами на связи. Вот расскажи нам, пожалуйста, что может быть, каким может быть негативный результат, когда вот такого нет взаимопонимания, нет такого позитивного сотрудничества в рамках, конечно же, действующего законодательства. В данном случае я хотел напомнить тот случай, который вот, Роман, мы начали обсуждать, и в итоге у меня прервала связь. Я этот вопрос не раскрыл. Я считаю, что между всеми лицами, которые задействованы в этом процессе, а именно это суд, это арбитражный управляющий, который ведет это дело, это адвокаты, которые изначально начали вести этого должника и сам должник должны взаимодействовать между собой. Суд у нас на самом деле открытый, есть помощники, есть секретари судебных заседаний, у которых можно уточнить ту или иную информацию. Они, в принципе, готовы, если кто-то не владеет тем или иным вопросом, подсказать, каким образом лучше поступить в той или иной ситуации, как со своей стороны смогут оказать какую-либо помощь, допустим, предоставление тех же документов, предоставление тех же материалов дела для ознакомления, да, посоветовать что-то, если кто-то что-то не понимает и до конца не разбирается в этой процедуре. Что касается взаимодействия между арбитражным управляющим, который обозначает система на ведение этого дела по банковству физического лица и тех же адвокатов, которые ведут дело должника, я считаю, что должно быть взаимодействие, должно быть взаимопонимание и все должны исследовать один результат, довести процедуру до конца. При этом все. Бывают случаи неоднократно, как и на том примере, которое вы затрагивали и говорили, что действительно у меня на практике был такой опыт с одним из производств, где арбитражный управляющий выполнял свою законную деятельность по тем нормам, которые предусмотрены кодексом с процедур банкротства, а адвокаты занимались своей тихой игрой, где они считали, что так как они завели это дело в процедуру банкротства, они умнее и они будут делать так, как они посчитают нужным. Где не учитывая те моменты, которые действительно прописаны в кодексе процедура банкротства и нарушив те требования этого кодекса допустили очень большую ошибку, которая повлекла за собой последствия, как закрытие процедуры банкротства в связи с несвоевременным исправлением тех неточностей, которые были указаны должником в декларации при обращении заявления в суд о открытии производства о неплатежеспособности данного должника. Такие взаимоотношения, я считаю, что в любом случае должны складываться между всеми этими участниками этого процесса, а также и с кредиторами и иными лицами, которые задействованы в этот процесс. Почему? Потому что у нас по кодексу арбитражный управляющий обязан действовать исключительно по закону и не нарушая интересы как должника, так и кредитора. Поэтому я считаю, что здесь должен быть диалог как со стороной должника, как со стороной кредиторов, где в любом случае мы прекрасно должны понимать, что мы преследуем одну единственную цель. Либо завершить эту процедуру путем списания долгов, либо реализации имущества, либо заключение того же плана республициализации, согласно которого в дальнейшем кредиторы согласятся с его утверждением и согласятся на республициализацию этой задолженности на определенный срок с условиями возможного списания какой-то части задолженности по этим кредитам обязательства. Поэтому я считаю, что эти взаимоотношения всегда должны складываться, еще раз повторюсь, между всеми участниками процесса, независимо от того, какой арбитражды в этом деле, какой кредитор в этом деле или какие адвокаты, которые ведут это дело. Также, Роман, здесь, я смотрю, поступили у нас вопросы касательно тех... Я сейчас озвучу, Александр. Александр, поступил вопрос от нашей Елены Фоновой. Любимый вопрос нашего немецкого партнера проекта Арне Энглиса по поводу страховки арбитражного управляющего. Вопрос был такой, сталкивались ли вы с тем, что если вас назначили по автораспределению, я так понимаю, первым, вы подали заявление, но у вас не застрахована ваша ответственность. Любимый вопрос Арне Энглиса, немецкого арбитражного управляющего, который очень интересуется вопросом страхования ответственности арбитражного управляющего. Я думаю, что действительно у нас вопрос этот актуален. Почему? Потому что я сталкивался также с такими проблемами, когда суд при изучении той или иной кандидатуры при его назначении не до конца исследовал все эти документы, которые подаются самим арбитражным управляющим, в том числе и теми документами, которые подтверждают наличие страховки деятельности арбитражного управляющего. Были случаи, действительно, когда арбитражный управляющий, который не соответствовал тем требованиям и тем критериям, которые предусмотрены как законом о возобновлении платежеспособности в редакции, которая действовала до октября 2019 года, так и кодексом процедур банкротства, которая предусматривает определенные требования и критерии подбора арбитражного управляющего, который имеет право участвовать на процедуре банкротства как юридического, так и физического лица, так и физического лица предпринимателя. К сожалению, были такие случаи, что суд при назначении того или иного арбитражного управляющего не учитывал те критерии, которые также за собой предусматривают обязательно наличие страховки деятельности арбитражного управляющего. Я считаю, что это обязательный критерий, с одной стороны, по кодексу, с другой стороны, я понимаю, что он в какой-то степени бесполезный. Почему? Потому что мы все прекрасно понимаем, что арбитражный управляющий сам себе не враг, и он ни в коем случае не допустит какого-либо проступка, который действительно повлечет за собой какие-то последствия, которые будут связаны в дальнейшем с компенсацией по договору этого страхования причиненных комбитуром убытка, и в свою очередь могут повлечь за тот или иной проступок какую-то уголовную ответственность. Таким образом, Роман, я думаю, что... Спасибо. Спасибо. Жень, что ты думаешь по поводу страхования? Надо... Вот слабый момент страховки, да, вот иностранные коллеги нам всегда обращают внимание, что у вас тут со страховкой какие-то проблемы постоянно. Я так понимаю, что у них на Западе больше и более так они относятся к этим вопросам. А что у нас вообще, да? Я скажу, как у нас. У нас, в принципе, институт страхования, да, он, ну, в Украине, на мой взгляд, не совсем как бы цивилизованно развит, да? Когда в свое время проходил, обучался о банкротстве страховых компаний, вот, изучал судебную практику. Так вот, пришел к такому интересному выводу, что у нас очень мало страховых компаний банкротится. Но они действуют вообще по другой схеме, они... Не-не, Жень, Жень, смотри, вопрос не про банкротство страховой компании, вопрос страховки. Я подвожу к этому вопросу, да. Вот они действуют по другой схеме, они умышленно допускают нарушения, получают предписание от регулятора, они устраняют и он их лишает лицензии. Они потом идут уже банкротятся обычно, например. Так вот, о чем это говорит? Потому что рынок не цивилизован. То есть, на сегодняшний день, на мой взгляд, вот реально практической реализации вот этой страховки арбитражного управляющего в нашей стране не существует. То есть, нету, скажем так, нет никаких вот типовых правил страхования ответственности арбитражного, да, как бы, ну, под каждую страховую компанию правила страхования, они же, как бы, на свои разрабатывать, они должны там соответствовать общим нормам. На мой взгляд, я в практике не встречал, например, ни одного случая, чтобы за нарушение допущенное арбитражным управляющим, да, оплатила страховая компания. Вот. Ну, наверное, такого и нету в принципе. Поэтому институт, ну, не совсем, как бы, развит у нас, не совсем он еще, ну, вернее, он совсем не действует. Поэтому этот вопрос, он пока для нас лежит в некой, там, теоретической плоскости в части того, сколько страховых компаний будет иметь право страховать арбитражных управляющих, да, какие будут механизмы и так далее. Вот. Если стать на сторону арбитражного управляющего, ну, есть там четыре страховых компаний, пойдем и застрахуем свою ответственность там, а что нам остается делать. Вот и все, как бы. Но мы реально должны понимать, что если страха, если арбитражный нарушит, то вряд ли банкрот, кредиторы и так далее получат, ну, лица, которые потерпели, да, то вряд ли они получат страховое возмещение. Это очень маловероятно. Да, и плавно переходят к вопросу. Тут у нас вопрос был задан, наверное, к Жене больше. Вот. Вопрос основания открытия производства по делу. То есть вот у нас есть часть вторая статьи 115, которая говорит о том, что там прописаны основания для подачи заявления в открытии производства по делу. И вопрос заключается в том, что является ли достаточным наличие одного основания или все-таки необходимо сделать вывод, что наличие вот этой задолженности 30 минимальной заработной платы является обязательным. То есть вопрос в том, ну, для открытия производства надо ли иметь долг в размере 30 минималок в каждом конкретном случае или все-таки для отдельных случаев этого может не быть? Ну, ты знаешь, во мне сейчас борются две противоположности. С одной стороны, как юрист я формально читаю норму закона, да, и норме закона достаточно одно из этих четырех оснований. То есть либо первое, либо второе, либо третье, либо четвертое, либо любая их совокупность между собой, да. Но с другой стороны, во мне сидит некий там червь, который считает какие-то цифры и говорит, подожди, я как это, у меня будет долг 50 гривен каждый месяц, я не заплучу, и можно пойти в банкротство, но как-то нелогично, да. Вот. То есть мы имеем проблематику на сегодня. Мы не имеем решения практически, но мы имеем проблематику. Пока закон сконструирован так, что достаточного любого из четырех оснований. Это, ну, на мой взгляд. Если, как бы, там, на месте того, кто формирует практику, да, оно, наверное, более правильно было бы подвязывать все-таки сумму и ко второму пункту, и к третьему, и к четвертому этой статье, как бы. Потому что здесь, как бы, для физлица, учитывая, сколько денег он должен потратить, да, на то, чтобы пойти в эту процедуру. Ну, наверное, как бы, и сумма долга, как бы, ну, это нонсенс, идти там с 50-гривневой суммой долга, да. Вот. То есть пока у нас единственным противовесом для физлица не идти банкротиться, если очень маленькая сумма долга, и есть сумма затрат на другой стороне, да. Одна чаша весов, сколько я должен, а другая, сколько я должен потратить. Вот. Поэтому, как бы, вот так. Но по такой, как бы, если исповедовать исключительно такую логику, да, выгодно ли мне потратить вот столько-то, чтобы там обанкротиться и очиститься от долгов, понимая, что я их не оплачу. Если брать вот так классический, да, противовес, вот, то тогда не было бы смысла и 30 минимальных устанавливать. Вот. Поэтому пока имеем любое из четырех оснований. Я очень надеюсь, что, ну, со временем будет либо практика приведена, как бы, в полное единство, либо будут изменения внесены касательно того, что второе, третье и четвертое основания также имеют ценз по сумме задолженности. Ну, иначе, смотри, вот мы можем, я сейчас открываю как раз за код, вот мы читаем. Боржник припинив погашение кредитов через действие инших плановых платежей в размере больше 50% месячных платежей за каждым из кредитных и инших обязанностей упродолженности двух месяцев. Да? Вот, то есть, ну, получается, я два раза за свет не доплатил, но заплатил там меньше, чем 50%, и я уже формально имею основание идти и просить открыть производство по делу. Да? Ну, то есть это как бы искусственно можно использовать. Вот. То есть, другими словами, смотри, берем вот, просто себе логически рисуем, как бы, эфемерный некий кейс. Есть должник, у него есть задолженность, которая меньше 30 минимальных заработных плат, пусть это будет там 23 минимальных заработных платы. Да, вот по часть, по пункту первому этой части первой статьи 115 не можем, да, идти. Но ему очень хочется признаться должником. Ну, вот очень хочется. Ну, взял два раза за свет, недоплатил и пошел, возбудился по-другому, ну, открыл производство по делу по пункту третьему части первой этой статьи. То есть, совершенно по-другому основанию. А потом те же кредиторы, у них точно так же он их указал, список кредиторов, он точно так же их указал, предоставил на момент подачи в суд заявления, точно так же этот кредитор обратится с заявлением, попадет в реестр требований кредитора, ну и дальше ничего не меняется. То есть, по большому счету, в той конструкции нормы, как она сейчас, вот этот ценз имущества, он обходится очень легко, просто крайне легко. Вот. Опять... Вот вопрос касался, знаете, чего мне очень интересно, вопрос всегда, но мы знаем, что у нас украинцы сообразительные и должники не всегда хотят расставаться со своим имуществом, поэтому ищут разные возможности. Возможности, конечно же, конечно же, как-то произвести отчуждение имущества, да, перед, например, началом процедуры банкротства, чтобы домочиститься и при этом остаться собственником, ну хотя бы там формально через кого-то, да, то есть номинального собственника, какого это имущества. Вопрос в том, вот когда арбитражный управляющий получает вот это дело, да, где видно не только имущество, которое на данный момент должнику принадлежит, но он имеет возможность все-таки проследить эту историю, да. Вот вопрос признания недействительным сделок, да, заключенных должником до процедуры банкротства. Вот хотелось бы об этом немножко поговорить, потому что, ну, мы все знаем, что адвокаты предлагают разные варианты, да, насколько это вообще вот для арбитражного управляющего является основанием там признавать, не признавать эти сделки, и поскольку мы же понимаем, что, ну, скажу, украинцы народ сообразительный. Женя, я тебя не слышно? Ключи микрофон. Так, секунду. Включен. Слышно? Меня слышно? Да. Отвечу на этот вопрос, можно? Действительно, в кодексах процедур банкротства у нас предусмотрена возможность как арбитражного управляющего, так и кредитора обратиться в суд с заявлением о признании сделок недействительными, которые были заключены на протяжении трех лет с момента, то есть до момента обращения в хозяйственный суд с подобным заявлением о признании должника банкрота. В данном случае сделки признаются те, которые связаны с отчуждением имущества, которое, в свою очередь, повлекло за собой уклонение от уплаты кредитных обязательств. Это могут быть договора о купле-продаже, это могут быть дарения как на ближайших родственников, так на детей, так и на близких, друзей, знакомых и другие категории лиц. Здесь не обязательно можно сказать, что наш арбитражный управляющий, наш украинец сообразительный, он может придумать, как себе заработать, где найти какое-то имущество, может обратиться как арбитражный управляющий, так и кредитор. А кредитор, в свою очередь, он защищает свои права, которые он считает, что нарушены в связи с невыполнением своих кредитных обязательств. Поэтому кредитор имеет право тоже обнаружить какую-то, по его мнению, эффективную сделку, которая была заключена должником на протяжении этих трех лет и оспорить ее в судебном порядке именно в процедуре банкротства, которая рассматривается именно в том суде, в котором ведется это дело, и в рамках именно этого производства. Поэтому здесь, Роман, немножко я не согласен в том плане, что наш украинец, он придумочевой. Я считаю, что в какой-то степени это может быть защита каких-то своих нарушенных прав и защита прав тех же кредиторов, которые на самом деле считают, что они пострадали от действия либо бездействия самого должника. Я эту ситуацию рассматриваю не с точки зрения банкротства как процедуры, я эту ситуацию рассматриваю с точки зрения других участников, которые не являются участниками банкротства. О чем я? Ну, предположим, моделируя ситуацию, человек приобретает недвижимость. Недвижимость у потенциального будущего должника банкрота. И потом, когда он приобрел такую недвижимость, купил, заплатил за нее деньги, отдал должнику деньги, рано или поздно возникает риск того, что если такой должник воспользуется процедурой банкротства, арбитражные управляющие либо кредиторы будут оспаривать такую сделку. И действительно, вот такой человек, который является добросовестным, может выступить, по сути, участником чужого судебного процесса, при этом будучи добросовестным приобретателем и так далее и тому подобное. Поэтому возникает дополнительный риск при покупке, предположим, вторичного жилья как такового. То есть потенциально у тех людей, которые имеют проблемы с кредитными организациями, либо имеют непогашенные кредиты. То есть вот об этом я говорю. То, что у нас украинцы, да, понятно это все, это ясно, но мы знаем часто, что должник не всегда действует добросовестно. То есть иногда он делает шаги, связанные с тем, чтобы распорядиться своим имуществом, а потом зайти в процедуру банкротства и очиститься. И мы тогда, как адвокаты, к которым нам обращается этот клиент, либо арбитражный управляющий, должны предупредить о негативных последствиях таких действий. Мы должны задать такой вопрос, а были ли у вас какие-то сделки за последние три года, а проводили ли вы отчуждение, чтобы потом не вышло так, что оказывается это, не знаю, там, на тесте квартиру переоформил, извините за утрирование, да, а теперь получается арбитражное управляющее, которого назначил суд, которому клиент, наш клиент заплатил деньги за его работу, теперь подойдет почему-то иск в суд о признании недействительным этой сделки. Вот об этом, то есть, знаете, когда предупрежден клиент, он вооружен, тогда он понимает какие-то последствия. Об этом нужно говорить, это ваш, об этом никто не говорит. Ром, смотри, как бы здесь я хочу немножко глубже даже копнуть. Вот, знаешь, есть такая поговорка, на каждый товар есть свой покупатель, вопрос цены. Вот. Сама система признания недействительными сделок в процедурах банкротства, да, 42-я статья кодекса, она же, ее не стоит, вот, на мой взгляд, отождествлять вот с основаниями, которые заложены в гражданском кодексе, ну, 203-215 гражданский. То есть, там одни основания, а банкротство, это дополнительно, это другие специальные основания для признания сделать недействительными. И эти основания, они вот носят исключительно экономический характер. Вот, смотри, если вот даже мы прочитаем там несколько оснований, 42-й, смотри, Боржник выкинув майновые зубовязания ранее установленного сроку. Боржник взяв на себе зубовязания, в настоящее, став неплату спроможным. Боржник, как бы, заплатно здеснив відчудження майна. Боржник уклав договор заинтересованной особой и так далее. То есть, здесь речь идет о чем? Не о каких-то, там, знаешь, дефектах воли, там, неправильная форма сделки и так далее и тому подобное. Здесь речь идет о том, что должник своими же действиями вводил, ну, переводил себя в это состояние неплатежеспособности. Поэтому основания экономические. А теперь вернемся к поговорке. Я прихожу на рынок и хочу купить квартиру. И квартира стоит, допустим, там, 30 тысяч долларов. И тут мне предлагают квартиру за 20 тысяч долларов, да? Ну, наверное, повод задуматься и юристу, который сопровождает эту сделку, и риэлтору, который сопровождает, да? Почему она стоит 20? Вот. Почему ее продают? То есть, грубо говоря, если я ее куплю за рыночную цену и я рассчитаюсь, то для меня, как для покупателя, риски того, что эта сделка будет признана недействительным, они очень малы. То есть, я купил за реальную рыночную цену. То есть, я минимизирую свои риски. А если я ее купил по дешевке и так далее, я же не знаю, какой мотив продажи был, да, у моего продавца, как бы. Может, он там скидывал все, чтобы что-то заработать. Вот. Перед тем, как пойдет в процедуру банкротства. Да, это, да, риски для меня большие. То есть, на каждый товар свой покупатель. Вопрос цены. Вот. Поэтому там, где сделки полностью в рынке, там, где сделки полностью сопровождены, риски минимизируются. То есть, и когда мы вот идем в суд обжаловать по недействительности, ну, по юрикам, по физикам не было у меня, Саша, наверное, тоже еще не было по физикам обжалования. Вот. Когда мы идем обжаловать сделки или там кредитор идет по юрлицу, то там же основание не 203, а 215. Там основания чисто экономические. И мы вот как бы коллегам, кто, ну, те, кто не банкротщики, да, арбитражные управляющие, не стоит путать. Но надо взять на заметку, что процедура банкротства – это как раз мощный инструмент по признанию действительными сделок. Очень мощный, как бы. Но требует такой, знаете, подготовки тщательно. Да, спасибо. Действительно подготовка нужна и действительно вот главное понимание, то есть нужно понять финансовое состояние клиента на текущий момент и нужно понять историю трехлетней давности такого будущего должника. Европейские коллеги, которые, кстати, когда слышат о том, что у нас есть возможность оспорить сделки за три года, ну, как-то категорически против этого выступают, потому что, ну, говорят о том, что вот в европейских странах, в развитых институциях такого невозможно. То есть такого нет, потому что это слишком длительный срок, слишком большой срок для права обжалования таких сделок. И поэтому это такой дополнительный риск, который несет должник вместе с ним, по сути, адвокат, который предлагает ему такие услуги. Да, мы немножко уже продвигаемся к концу нашего сегодняшнего мероприятия, поэтому будем как-то резюмировать. Очень много интересного узнали в плане того, что сколько это стоит, как это делать, то есть какое-то базовое понимание у нас возникло. И действительно процедура банкротства — это возможно сдать новый свежий старт для должника, особенно для тех должников, которые в силу разных обстоятельств были загнаны в угол финансовой неплатежеспособности. Вот задача, как мне кажется, и адвоката, и арбитражного управляющего — подготовить такого должника и на первом этапе оценить шансы будущего должника, получить какой-либо результат. И, наверное, иногда даже приходится говорить, о каком результате идет речь. Поэтому вот хотелось бы какие-то краткие, четкие рекомендации услышать от Евгения Александра. То есть вот при общении с таким потенциальным банкротом на что нужно обращать внимание и какие-то краткие моменты, принимая решения о начале процедуры, то есть что нужно знать, что нужно выяснить у потенциального должника, прежде чем говорить о возможности начала процедуры банкротства. При обращении должника перспективного к тем же адвоката необходимо в первую очередь проанализировать его историю за последние три года. В первую очередь необходимо поинтересоваться у этого должника, было ли какое-либо отчуждение имущества, которое находилось у него собственности и у его членов семьи. Если такие отчуждения были, то необходимо проанализировать, какие были продажи или иное отчуждение этого имущества и с чем оно было связано. Это первое. Это самый основной момент, на который необходимо обращать внимание. Также обязательное условие при анализе тех документов, которые предоставляет должник, либо обращается с тем или иным опросом, я считаю, обязательное получение информации по поводу места его проживания, так как у нас при подаче заявления, как мы уже говорили, подаем декларацию от членов его семьи, которые включают как его родственников, так и тех лиц, которые с ними проживают по одному адресу. И проанализировать также отчуждение и приобретение того имущества, которое зарегистрировано за теми лицами, которые как с ним проживают, так и являются его членами семьи. Это, мне кажется, самый основной момент, на что нужно обратить внимание и на этом сконцентрироваться, потому что все остальные требования кодекса относительно должника и перечень документов, я считаю, что не составит никакого труда для их сбора и подачи вместе с заявлением финансов. Смотри, еще момент. Ну, банкротство, в первую очередь, это, наверное, не юриспруденция, это, в первую очередь, все-таки экономика, да, по правилам юриспруденции по процессу. Поэтому, когда физик приходит, у меня тоже, к сожалению, пока нет физиков в моем производстве, но есть человек пять где-то, которые уже стабильно обращаются, сбрасывают документы, анализируют, то есть готовятся потихоньку, созреваются, говорится. На что мы обращаем внимание? Ну, первое, как бы, готов ли клиент тратиться на процедуру? Это первое. Второе, как бы, сколько клиент в итоге получит от этой процедуры? Мы берем только вот за какие-то законные моменты, да, мы же не знаем, как будет арбитраж. Что он получит в итоге по этой процедуре? Третье, вот как Александр полностью с ним солидарен, мы анализируем риски, что клиент покупал, продавал, дарил и так далее и тому подобное. Вот. Четвертое, любой грамотный арбитражный управляющий знает, что клиента к процедуре нужно готовить. То есть до момента входа в процедуру вы должны примерно себе понимать, какой у нас будет состав кредиторов. То есть проанализировать, как бы, из имеющихся данных, какой будет состав кредиторов. Сделать какую-то поправку процентов на 30, да, как бы, и понимать, как будет выполняться вот эта вот управленческая функция в отношении должника. Ее же кредиторы, по сути, владеют этой функцией. Вот. И вот понимая вот эти все, сведя это все в кучу, мы тогда можем совместно с клиентом принять решение. То есть, вернее, дать ему все данные для принятия клиентам решения, нужна ли им эта процедура или не нужна. И почему? Потому что мы вот в самом начале говорили, что есть у нас обмеживание захода, да, в отношении должника. Он должен быть готов, что попадется какой-то кредитор, который будет категорически ни с чем не согласен. Он будет просить арестовать имущество должника, да. Он будет просить передать его на цвет хранения. Он будет просить запретить выезд должнику за границу. Он будет просить все, что угодно, чтобы насолить должнику. Как бы, каждый раз суд будет рассматривать его заявление. Вот. Такая ситуация тоже возможна. Поэтому мы должны проанализировать затраты, сколько клиент получает. Вот. Какие у него есть риски в части, как бы, потери имущества, в части признания недействительными сделок и в части каких-то ограничений, которые могут на него быть наложены. Вот это все, в принципе, в целом доходчиво нужно объяснять клиенту потенциальному. Вот. И он должен на основании все это принять решение. Потому что вот, ну, не очень красиво получается, когда адвокат клиенту что-то рассказал, а что-то умолчал, да, но это как бы неэтично для адвоката в частности. Вот. Что-то умолчал. И потом это что-то произошло. И клиент приходит, ты же мне не сказал, да. С одной стороны, да, адвокат не может гарантировать результат клиенту, не имеет права этого делать, в принципе, по этике. Вот. А с другой стороны, как бы, если, как бы, такая ситуация может произойти, она очевидна, наверное, нужно предупредить клиента, чтобы он с учетом этой информации принимал решение. Поэтому, поскольку банкротство, оно больно очень затрагивает, да, клиентов, то есть деньги и уголовные дела, это то самое то, за что, как бы, ну, клиенты, ну, за свою, как бы, свободу и за деньги люди борются до последнего. Поэтому, как бы, здесь речь идет о деньгах, то есть о материальных каких-то ресурсах. И нужно клиенту давать максимум информации, чтобы это было его решение. Вот. И чтобы он убедился, что вы действительно компетентны и доверился вам. Вот, как бы, вот, если вкратце, то мои, там, личные рекомендации, личный подход примерно такой. Спасибо, Евгений, спасибо, Александр. Несмотря на то, что сегодня у нас были некие проблемы со связью, я считаю, что наш первый такой онлайн-марафон по банкротству физических лиц, он удался. Я надеюсь, что информацию, с которой поделились спикеры, было интересно. Но мне было интересно, честно. Для меня уже, я для себя уже сделал какое-то понимание, как я буду работать с клиентами, то есть, что я могу им предложить, как адвокат, как я буду сотрудничать с арбитражным управляющим. Главное, сколько это стоит и какие риски несет себе процедура. Потому что, ну, много, очень много пишут, говорят о банкротстве физических лиц, говорят о том, что это процедура для богатых, что-то еще другое. То есть, информация масса, но, пока понятно, что нет много судебной практики, поэтому невозможно почитать и все-таки понять позицию судов, как они реагируют на те или иные нормативные документы, то есть, стыковки законодательства, ну и так далее. Но главный посыл, который, наверное, на котором следует, наверное, заканчивать любое мероприятие, все-таки мне понравилось, вот, у американцев, которая, страна, которая живет, наверное, самый большой кредит, где граждане пользуются возможностями экономики по максимуму, да, у них на сайте Верховного суда есть очень такие интересные разъяснения относительно процедуры банкротства физических лиц. Там написана такая единственная фраза, которой я хочу пожелать всем, это называется, банкротство это шанс второго свежего старта финансового. Поэтому я всем желаю финансового старта для своих клиентов нового и воспользоваться процедурой банкротства в своих целях, достигнуть результата законным способом, арбитражным управляющим, адвокатом при этом получить достойное вознаграждение за свою работу. Поэтому буду прощаться, ребята. Последнее приветственное слово прощальное нашим слушателям, которое, кстати, достаточно много. Спасибо вам тоже, что вы были с нами. Надеюсь, мы были вам интересны. Ну, не прощальное завершающее, да? Вот, и надеюсь, что мы продолжим вот эту серию. Вот, большое спасибо всем за внимание. Всегда рад поделиться опытом, а также принять опыт других людей. И, как вначале в самом говорил, было бы интересно что-то для себя поставить, какие-то вопросы, на которые нет ответа. Вот читаю чат, да, действительно есть такие вопросы, на которые пока нет ответа. Всем спасибо. Меня слышно? Да, спасибо всем за внимание. Извините за сбои эти, которые происходили в сегодняшнем эфире. Надеюсь, что на следующих семинарах у нас будет уже более лучше связь, чем была сегодня, чем хотелось и желать на самом деле. Ну, и подытожив сегодняшнюю конференцию, я хотел бы сказать, что не стоит бояться банкротства физических лиц. Просто подходить к этому вопросу более детально изучив те моменты, которые возникают у этого физического лица, который обращается для дальнейших процедур, которые могут в отношении него возникнуть и принимать для себя решение, стоит ли этому физическому лицу обращаться в хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела по его неплатежеспособности, либо действительно необходимо выждать какой-то период для избежания тех последствий, которые могут у него возникнуть в связи с нарушением требований, которые предусмотрены кодексом с процедур банкротства. Всем спасибо. До новых встреч.